Доброе утро! В эфире итоговая информационная программа событий недели. В России началась нерабочая неделя. Глава Крачева Черкесия Рашид Тимрезов обратился к гражданам провести выходные в кругу семьи. Сейчас с учетом эпидемиологической обстановки в республике и той нагрузки, которая легла на плечи врачей, недопустимо и безответственно собираться большими компаниями. Но сейчас очень важно ответственное отношение наших жителей, чтобы длинные выходные имели тот самый результат, ради которого они приняты. Это снижение распространения коронавирусной инфекции. Все пункты Крачева Черкесии по вакцинации от COVID-19 в период длинных выходных будут работать в прежнем режиме. Призываю всех, кто не привился, вакцинироваться. Это единственный верный и доступный способ избежать заражения и тяжелого течения заболевания, сказал глава региона. На этой неделе в Черкесске состоялось расширенное совещание по вопросам вакцинации населения с участием членов правительства, депутатов, медработников, глав городов и районов духовенства Крачева Черкесии. На встрече собравшиеся озвучили конструктивные предложения, как достичь коллективного иммунитета и снизить рост заболевания. Репортаж Альбины Ламковой. Скоро будет два года, как население страны живет в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В нашей республике все началось в апреле 2020-го, развивалось с разной степенью интенсивности. Вакцинация против COVID-19 в Карачаево-Черкесии стартовала в конце прошлого года, когда в регион поступила первая поставка. Тогда и начались массовые прививки. Они считаются непринудительными. Но когда встает вопрос жизни и смерти, речь о добровольной вакцинации неуместна, сказал в своем выступлении главный санитарный врач Карачаева-Черкесии Сергей Бескокотов. Он подчеркнул, что сегодня в регионе принимаются комплексные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые базируются на постоянном анализе тенденций эпидемиологического процесса и проведении профилактических мероприятий. Но все равно этого недостаточно. И добавил, что объявленные выходные дни дадут огромный толчок к снижению заболеваемости. Президент Российской Федерации объявил каникулы. Они начнутся со следующего понедельника по всей России. Многие уже, не только у нас в республике, везде, уже бросились скупать туры за границу, по России, какие-то курорты. Использовать это для отдыха, для общения. К сожалению, не для этого все это было объявлено. Детишки, которые посещают садики, также у нас со следующего понедельника, неделю будут находиться дома. Это тоже огромное значение. Я вас уверяю, ситуация у нас в республике и в России не улучшится. Это будет продлено, потому что сейчас буквально на пределе. Сергей Бескокотов сказал, что стабилизация эпидемического процесса и предупреждение дальнейшего прироста числа заболевших возможно при формировании коллективного иммунитета, который позволит обеспечить проведение массовой вакцинации. На совещании были озвучены конструктивные предложения от общественного деятеля, правозащитника, основателя территории милосердия и депутата Народного собрания республики Расула Кубанова. Он рекомендовал возобновить общественный контроль, озвучил проблемы, с которыми сталкиваются те, кто болеет ковидом. В частности, дорогие лекарства. Констатируем такой факт, что на сегодняшний день врачи чуть ли не через одного выписывают им Актемру. Это очень дорогой препарат, которого нет на фармрынке вообще. И люди с утра до ночи рыщут, ищут, чтобы найти эту Актемру. Безусловно, этим пользуются те люди, которые привозят эту Актемру из-за границы и перепродают по достаточно завышенным ценам. Безусловно, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. Медработники работают в беспрецедентных тяжелых условиях, отметила заместитель министра здравоохранения республики Тамара Кепкеева. Сейчас идет так называемая четвертая волна. В среднем за неделю поступило 650 человек, чего не было ни в одну волну. В каждой волне это заболевание протекает все тяжелее и тяжелее. И, безусловно, потребность в лекарственных препаратах, оно бывает в разы выше, чем мы имели в предыдущий год. Мне бы хотелось вот с этой трибуны и в этой глубоко уважаемой аудитории сказать, что информационную пропаганду должны вести наравне с работниками здравоохранения и вся общественность, и все общественные организации Карачаево-Черкесской республики. Много вопросов поступает и по лекарственному обеспечению. Лекарственное обеспечение в госпиталях идет за счет самих госпиталей. Финансирование госпиталей идет через фонд обязательного медицинского страхования, минуя Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской республики. Мы, со своей стороны, проводим мониторинг обеспеченности препаратами, в первую очередь самыми необходимыми. На совещании выразили признательность всему медицинскому сообществу региона, а также работникам профильных департаментов за совместную работу в этом направлении. Пандемия коронавируса меняет привычки. С первых дней соблюдаются все меры по нераспространению инфекции в мечетях и храмах. Сейчас отменили пятничный намаз. Священнослужители убеждены, что самый надежный способ победить эпидемию сегодня – это вакцинация. Они призвали граждан проявить сознательность и получить прививку от коронавируса. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево-Черкесия. За последний месяц в разы увеличилась нагрузка на систему здравоохранения, говорит главный врач городской клинической больницы Черкесска Альбина Асланукова. Специалисты отмечают, что сезонные респираторно-вирусные инфекции, в том числе грипп, создают риски для пациентов с разными хроническими заболеваниями. Отсюда и количество тяжелых и летальных случаев. На сегодняшний день всего лишь 16% коек остаются свободными. Какова эпидемиологическая ситуация глазами врачей из красной зоны? Тяжело ли болеют вакцинированные, рассказала Альбина Асланукова. Ситуация схожа, видимо, с июнем прошлого года, когда была особенно напряженная ситуация, когда были открыты уже все госпиталя и в то же время были проблемы уже с госпитализациями. Но на пациентов стало уходить больше так называемых генно-инженерных биологических препаратов. Ну, население знает эти слова, Актемра, Артлегия, потому что инфекция тяжелее течет, она быстрее развивается, то есть вирус, репликация происходит более стремительно. За счет этого от начала заражения до утяжеления мало времени, ну, пять суток, и уже больной может оказаться с 50-60%. Это уже, конечно, ну, даже не просьба врачей, это крик врачей, это требование врачей привиться, потому что на такое количество заболевших не хватит никаких коек и никакого кислорода, уважаемые сограждане. Депортация карачаевцев «Взгляд сквозь десятилетия» этой теме посвятили круглый стол в общественной палате с участием республиканских общественных организаций, религиозных и научных деятелей, а также средств массовой информации. Альбина Курочного-Кенжева продолжит. Мероприятие началось с приветствия министра по делам национальности, массовых коммуникаций и печати Альберта Кумукова, который отметил, что если бы не ограничительные меры, связанные с пандемией, то формат был бы гораздо масштабнее. Спустя 78 лет с этой трагической даты на многие вещи мы смотрим уже по-другому и осознаем. И чтобы в будущем такое не повторялось, мы должны это помнить, обсуждать. Это важно и для научного сообщества, и для будущего, для межнационального мира на территории Карачаево-Черкесской республики. Дата в истории карачаевского народа, которая задевает за живое, за больное, заставляет вернуться в овеянные ужасом дни свидетелей того времени. Это 2 ноября 43-го года. Нельзя забывать, необходимо передавать следующим поколениям, через что прошли народы Кавказа, скольких людей потеряли, и каким был долгий путь возвращения и восстановления всего, что было потеряно за эти долгие и сложные годы. Но человеческие жизни не вернешь, поломанные судьбы не воссоздашь снова. А что из года в год повторять, то, 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 то уже вроде оскомину там набило и так далее. Нет, уважаемые коллеги, покуда не перевелись те люди, те силы, которые хотят ревизировать, исказить историю, оправдать все вот эти издевательства, геноцид народа. Значит, ежегодно нужно проводить такие круглые столы, такие мероприятия. Поезд ехал около месяца с лишним отсюда до Средней Азии. За время следования поезда 600 человек погибли пути. Их не давали хоронить. Заворачивали во что попало и клали воду железной дороги. Когда приехали в Среднюю Азию, тогдашняя идеология напичкала сознание тех народов тем, что это бандиты, это людоеды, это живодеры. В общем, с ними надо ухо востро держать. Они так и встретили. Но благородные народы Средней Азии по истечении короткого времени не поняли, кто есть кто. Борис Гачияев рассказал, что однажды довелось побывать на приеме первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и поблагодарить лично казахский народ за сохранение могил, за память. На что Нурсултан Абишевич ответил, мы братские народы, по-другому быть не может. Многие представители народов Кавказа так и остались жить в Казахстане, успешно работая в различных сферах деятельности. Выступают на телевидении, печатаются в изданиях, причем не забывают о своей исторической родине, чтут свои традиции и обычаи. Была беспрецедентная изоляция народа. Во-первых, от всех остальных народов страны. И во-вторых, между собой, внутри себя. Мы об этом говорили, я об этом говорила раньше тоже. Все об этом знают, что расселены были настолько дискретно, что взаимодействовать и общаться даже родственникам между собой было невозможно. Несмотря на все сложности, карачаевский народ выстоял. Пройдя тернистый путь, восстал из пепла. Поэтому нынешней молодежи просто нужно знать об этой боли. Прошу Всевышнего Аллаха, что впредь такого нигде и никогда не было. Я благодарен тем народам, которые проживали в Карачаево-Черкесии и проживают за благородные дуа, которые они совершили. Их и наш дуа Аллах Сула Нагуа Тааля услышал. Мы, алхамдулля, вернулись. Дай Аллах, что впредь жили в мире согласия и в процветание. Альбина Курочинова, Кенжева, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Продолжается всероссийская перепись населения. Впервые в истории России она проходит и онлайн. Если говорить об истории, то перепись населения в СССР проводилась 7 раз. А впервые в 1926 году. А после распада Советского Союза ее возобновили в 2002 году. Тогда же и Госдума приняла закон о всероссийской переписи населения. В нем говорится, что перепись необходимо проводить 1 раз в 10 лет. В переписном листе появились и новые вопросы, в том числе и об использовании родных языков. В период массового анкетирования с начальником отдела организации переписи и обследования Северо-Кавказа-Стата мы встретились с Кулистаном Шудаковым. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Я понимаю, что мы отрываем вас от работы. Всероссийская перепись населения. Чем она отличается от предыдущих переписей, которые были? Добрый день, Алла. Кардинальное отличие — это, мы говорим, первая цифровая перепись. То есть в ходе этой переписи будут задействованы электронные устройства. Переписчики с планшетом, на который закачана база его счетного участка. То есть ему не нужно будет таскать с собой бумажные листы и списки адресов, и отмечать, кому он пришел, переписал, ушел дальше свой маршрут строить. А он выбирает, заходит с планшетом, приходит в домохозяйство, представляется, и у него вся адресная база там, и маршрут очень просто, легко выстраивается. То есть легче и удобнее, да? Намного удобнее, да. У нас введен вопрос «Источники средств к существованию». Люди неправильно понимают. Они считают, что мы спрашиваем у них размер их дохода. Ни в коем случае. Мы спрашиваем «Источники средств к существованию». То есть этот человек работает или самозанятый, или это пенсионер, или у него дивиденды там, доход его. Всего лишь навсего, но никак не размер дохода. Поэтому если спросят «А какой ваш размер дохода?», то, конечно, это уже не переписчик. Мы такие вопросы не задаем. Только лишь источники средств к существованию. Блистан Магомедовна, расскажите, сколько вопросов, и есть ли в анкете новые вопросы? Те, которые постоянно проживают у нас в республике, отвечают на два листа у нас переписных. Лист «Л» — это 23 вопроса. В основном масса, основная масса этих вопросов сохранилась, потому что, чтобы сохранить преемственность и сравнение в динамике 10 лет, как изменилась ситуация. Но добавлены вопросы такие, как у нас в межпереписной период изменилась система образования, бакалавриат, магистратура. По образованию есть изменения. Затем, кроме национальности, национальный язык, как вы в повседневной жизни им пользуетесь? Это тоже новшество, потому что, чтобы понять, насколько необходимо скорректировать программы по родному языку, не говоря о том, что у нас есть малые народы, для которых очень важно сохранить и иметь статистику по ним. И поэтому такой вопрос тоже — это новшество. А повлияло ли это на количество вопросов? Их стало больше или примерно столько же, только чуть разные вопросы? Да, чуть разные. Там кардинального нет увеличения в опросном листе, нет. Как показывает практика, уже у нас в труднодоступных регионах перепись идет, да и сами, когда вот эти устройства опробировали электронные, ну, семья стандартная, муж, жена, двое детей, опрос на планшете занимает буквально минут 15. Поэтому вот мы думаем, что этот процесс будет такой, очень инновационный. Кроме того, есть возможность переписаться на портале Госуслуг. Это тоже еще одно новшество. То есть если жители, да, вот, ну, не хотят, не хочет он видеть у себя на пороге переписчика из пандемии, и вообще может еще по каким-то другим причинам, он может зайти на сайт Госуслуг, и там, ну, конечно, при этом надо иметь подтвержденную или стандартную запись. Причем регистрацию можно пройти тоже, не выходя из дома. И зарегистрировавшись на этом сайте Госуслуг, также возможно пройти вот эту услугу, перепись населения. Какой самый, а пожилые люди, которые не умеют пользоваться интернетом, допустим, а хотят принять участие, чтобы им не было страшно? Вот переписчик, точно ли это переписчик пришел, или какой-то другой человек, к сожалению, есть и такие, да, случаи. Вот как будет представляться, как можно удостовериться, что это точно переписчик? Ну, конечно, у нас есть атрибутика, да, экипировка переписчика. Это будет обязательно жилет переписчика, традиционный шарф переписчика, который всегда бывает, удостоверение. Он должен представиться, рассказать, сказать, кто он, показать удостоверение, зачем пришел, да. И таким образом, вот, как бы, должны все опасения быть сняты. Перепись населения — общенациональное мероприятие, но, к сожалению, мы не все и не до конца понимаем, что, насколько это важно, да, Кульстан Магомедовна, вот, чтобы люди понимали важность их участия в переписи, потому что мы же должны сказать, где мы проживаем, какой мы национальности, на каких языках мы говорим. Вот расскажите, пожалуйста, вот важность переписи, как для государства, так и для населения, какое значение оно имеет. Мероприятие проводится раз в 10 лет, да. И вот 10 лет все после переписи мы пользуемся вот теми данными, да, которые с каждым годом, они все уже вот теряют свою актуальность, да. Ну, кроме того, что мы численно считаем, у нас же многие социально-демографические характеристики, мы уточняем. Это очень важно иметь, вот, и в плане гендерной статистики, потому что вообще планирование, государственное управление без этого невозможно. Для того, чтобы знать, насколько нужно на уровне региона, страны, там, муниципалитета, да, чтобы понять, как тебе строить свое развитие в плане экономики, в социальной сфере, какую инфраструктуру создавать. Конечно, без статистики, без этих данных никуда. И поэтому именно во время переписи мы получаем точные данные, которыми вот последующие 10 лет пользуемся. Ты патриот своей страны, своей республики, своего народа. И вот наша задача — донести до каждого жителя, чтобы люди поняли, что это важно. Это не государству надо, в первую очередь, это нужно нам. Мы же хотим жить хорошо. Но если мы проникнемся таким сознанием, да, что ведь от нас тоже есть, что зависит. Вот даже участие в переписи. Ну вот, пусть каждый внесет свою вот эту крупиночку в эту перепись, и тогда вот народ, страна, регион, статистика будет, да, и будет что анализировать, что развивать, планировать. Перепись считается точным инструментом, но, к сожалению, по итогам переписи, это не только в России вообще, в стране получается так, что женатых мужчин меньше, замужних женщин больше, и вот еще один момент. Некоторые люди хотят быть моложе. Алла, это, наверное, относится, вот я все-таки думаю, не к переписи, а к психологии, да, когда отдельные индивидуумы, ну, хотят они быть моложе, хотят они быть в браке. Ну, ведь перепись, она ведется со слов мы записываем, ведь мы не спрашиваем. Вот он пришел, переписчик, он не требует документы, он не проверяет его сведения, там, покажите паспорт, правильно вы ли сказали. Все записывается только со слов респондента. Такая фраза стандартная, зафиксировать портрет населения страны, региона по состоянию на 0 часов 1 октября 2021 года. И каждый в этом портрете должен вложить вот эту свою крупинку, чтобы вот этот портрет получить. И желательно честно отвечать. Ну, потому что никакие, никто про тебя проверять не будет, там, налоги себя спрашивать не будут, если ты скажешь свои жилищные условия, есть форма П, жилищные условия, да, есть там квадратура, есть год постройки, надо сказать. Но опять же, для чего? Чтобы правительство спланировало, да, сколько домов построить, насколько ветхо, если это старые года постройки. Это вот все нужно для того, чтобы потом на базе этих цифр строить дальнейшие планирования, мероприятия. Кулистана Магомедовна, перепись очень масштабное мероприятие, важное. Это практически каждый дом в нашей стране обойдут переписчики. Сколько человек вы подготовили к переписи населения? Вся территория республики разбита на счетные участки. За каждым счетным участком закреплен переписчик. Вот у нас планируется пойти в народ по адресам 897 переписчиков. Есть у нас резерв и есть у нас еще стационарные участки. Это те, которые не хотят дома видеть переписчика, они могут прийти в эти переписные участки. Мы их еще и стационарными называем. А вот это отдельно еще 140, около 150 человек. Вот, ну, считается, грубо, там, в районе тысячи, да, 897, тысячу с лишним человек. Мы все жители нашей страны, республики, народа, города, района, села. Пожалуйста, примите все участия в переписи. Это так важно. Потому что мы должны знать, сколько нас, что у нас есть, чего нам не хватает. Все это будет строиться на базе данных по переписи. Да, сейчас пандемия, есть вот такое, как бы, опасение. Но для того, чтобы те, которые этого очень боятся, пожалуйста, перепишитесь через портал Госуслуг. Есть такая возможность. Или же придите домой, не надо запускать переписчика, можете прийти в стационарный участок, в здание МФЦ. Спасибо большое, Кулистан Магомедовна. Я понимаю, что сейчас очень плотный график. Спасибо, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо и вам, потому что это очень важно. Вы тоже наши помощники, чтобы через вас донести до жителей, да, что нам это необходимо. Это не только задача статистики. Это нужно нам всем. Далее смотрим рекламу, а после мы и продолжим. Золотой. Дарите эмоции. О ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога. Транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Производители продуктов питания, в частности предприятия хлебопекарной промышленности, в этом году имеют возможность получить субсидии на возмещение части затрат на реализацию производственного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. О том, как реализуется эта программа в нашей республике и кто может получить помощь от государства, расскажет Альбина Ламкова. В 2021 году впервые нашему региону были выделены бюджетные средства для возмещения части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности. Правительство России выделило деньги для осуществления этой операции из резервного фонда. В нашей республике, по данным Росстата, занимается хлебопечением порядка 30 предприятий. В момент принятия регионального порядка в соответствии с федеральным порядком были заявлены в мае-июне этого года три предприятия, которые подходили под цели, условия и критерии этого порядка. Из трех предприятий два получили бюджетные средства. Одно предприятие в связи с наличием долговых обязательств не прошло отбор. Второй этап только завершился. В этот раз субсидии на возмещение части затрат получили три предприятия хлебопекарной промышленности. Продукция, которая субсидируется, она подпадает под тот вид продукции, который входит в продукты первой необходимости. Это хлеб, хлебобулочные изделия сроком хранения не более пяти суток. Поэтому не вся продукция хлебопекарной промышленности субсидируется, а лишь та часть, которая входит в продукты первой необходимости. Министерству сельского хозяйства республики выделен 1 млн 586 тыс. рублей. Из них 70% уже распределены. Данная компенсация позволит избежать роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В 2021 году, по крайней мере, в нашем регионе скачка цен именно на хлеб и хлебобулочные изделия сроком хранения менее пяти суток у нас не происходило. То есть, по сравнению и с другими регионами, и в среднем по России, у нас цена не выше, а даже и ниже. То есть, до 36 рублей за килограмм. Альбина Ламкова, Руберт Жакутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Черкесское Всероссийское общество слепых, представители Народного фронта и ГИБДД провели акцию «Белая трость. Внимание, слепые пешеходы». Автовладельцам разъяснили, что человека, переходящего дорогу с поднятой белой тростью, нужно пропустить в любом месте, не только на переходах. Подробнее Корчабиджеев. Белая трость является международным символом недуга определенной части граждан. Необходимо учитывать, что слепой пешеход, не дождавшись помощи, может ошибиться с выбором места для перехода проезжей части. И это может привлечь за собой необратимые последствия. А вообще я хожу с сопровождающим. Вот, поэтому, все-таки, глаза – это глаза. Потому что посмотрели, и трость – это трость. Вот сейчас я хочу посмотреть, как водители реагируют на трость. В акции «Белая трость» участвовали инвалиды по зрению. Под надзором сотрудников ГИБДД люди с ограниченной физической возможностью с тростью должны были пройти определенный маршрут. Участники оценивали реакцию водителей на то, как они поступят к подобной ситуации. Работники дорожно-транспортной службы, останавливая владельцев транспортных средств, раздавали памятки, информируя о пункте ПДД. Гласящим, что во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Сотрудники ГИБДД обратились к водителям транспортных средств просьбой не оставаться равнодушными к проблемам людей ограниченными возможностями. И напомнили о том, что таким людям намного сложнее ориентироваться на дороге. От лица общественной КЧР ВОЗ я хочу очень поблагодарить водителей, участвующих в акции, за их дисциплинированность. Кто знал этот пункт? По словам Светланы Харольской, помощника руководителя общества слепых, нужно обратить внимание на проблемы незрячих людей. А данная акция нацелена на это. Специальные тротуары, звуковые светофоры немного облегчают жизнь. Но их очень мало. И это не все. Многое зависит от людей за рулем. Ведь от внимания окружающих, заботы и осторожности на кону жизнь слепого пешехода. Я с уверенностью могу сказать, 99,9% водителей не знают данного пункта 14.5 правил дорожного движения. Акция очень актуальна и она должна проходить почаще, чтобы привлекать внимание с помощью средств массовой информации. Сейчас пропускали, потому что ГИБДД, мигалки, общественные организации, СМИ. И водитель обращает на это внимание, но не обращал внимания на белую трость. А сигналом является поднятая вверх белая трость. Это акция напоминания общества о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями. О помощи, солидарности. Белая трость – это не только символ незрячих людей. Это их инструмент, их глаза. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. А я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру. В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальные образования. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения – ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов!